У нас канал виноделов, винокуров на ю-тубе популярный. Интересуются люди предметом. Вот если не возражаете, мы бы хотели вот людям показать. Это лишнее, но лишнего не бывает. Жеки боятся. Жеки боятся. Аламбики? На сколько? На сто литров? На сто пятьдесят? На сто двадцать. На сто двадцать. Я посмотрел, у вас все на аламбиках перегоняют? Да не все. А еще на чем? На флягах? Да это уже совсем позор. А еще на чем? Ну, в общем-то, у меня мой первый хороший аппарат, который я считаю хороший. Который работает уже с некоторыми ремонтами лет, наверное, 15-17. Он сделан из пищеварочного котла. Общий бидер. Он стоит работал. С пароводяной рубашкой? Ну, обязательно. Потому что пароводяная рубашка сразу резкий скачок качества. Согласен. А, ну этот маленький. Маленький. Я вам привез два котла как-то, ну, как, в общем-то, посвучили. Ну, почти да, там, коробку вина и пять тысяч рублей. У нас 100-литровая пароводяная машина. Мы можем показать, если хотите. Мы просто торгуем оборудованием таким. Производим его и торгуем по всему миру. Я, кстати, тоже начинал работать. Вот у меня до сих пор есть котел, только у вас сливного крана нет, у вас переворачивается, да? А у меня тоже КПС-100 котел из Магнитогорска привез, да. И переделал им. У него наружная часть была стальная. У меня вопрос. Это вторая перегонка уже идет, да? Или первая, да? Первая, да. Это то, что на улице хранилось и осенью не отбродилось. Потом потеплело, она отбродилась. Сейчас что будет? Или будете крепить портфейн и делать? Ну, это будет. И так будет. Потом 200 литров выгнал. Одна перегонка. Первая перегонка на нержавейке, вторая на медном. Как бы говорят, что медная породка при выдержке на корице дает лучший аромат. И 200 литров сделал, блин, обе перегонки на нержавейке. И потом осенью ко мне приехали ребята с кокардами и с погонами, блин. Топотели тут ногами по особо важным делам. Забрали, увезли. Вот где-то 300-литровые бочки. Ну и там что-то они там поначинали, попереполовинили. И потом, когда уже забирали, вот чисто по злобе, я говорю, давайте сейчас все будем сливать. Вот сколько вы выпьете, блин, сколько вы выпьете. Ну, естественно, без решения суда. Молчать, стоять, блин. Но вот на всех выставках, мы видим, все спокойно продают. Без акцизов, без лицензий. Где угодно, вот сколько мы были, спокойно идет продажа. Почему? Выставки продают, там за это отвечают организаторы. И там, как бы, в общем-то, они предупреждают, что продажи нет, да. Но люди, если организуют выставку, они организуют какую-то безопасность. Им же интересно, чтобы эта выставка прошла нормально. Я в курсе. Я пять лет назад был на Кубанской краевой сельскохозяйственной выставке на ипподроме. Громадная территория. Поставили шашатры, быстро-быстро возводимые. Нагнали тогда народу, блин. Там было разрешено хоть что бы. Только что, блин, этим. Женским телом не торговали, да. А так, в общем-то, запрещенную у нас свинину можно было продавать домашнего изготовления. Там всякие мясопродукты, всякие рыбные копчености, которые в домашних условиях запрещено делать. То есть, вот показали все, сказали, возите, то есть, обязали. Там чуть ли, блин, ну, бывало, что в местной власти настоятельно рекомендовали ехать. А то, блин, вам, да. Вот. Ну и люди ехали. Ну, и вот там, конечно, вот это было изобилие. Я поразился вот этой еде, вот этому разнообразию и качеству. Это просто, знаете, фантастика. Если вот народу, блин, дали бы, блин, свободу. Просто не мешали. Да. Накормили бы страну, блин, и напоили бы, блин. Самому лучшему. И никакие французские и близко не стояли, потому что, ну а что? Фальсификат же не от нас пошел к ним по Францию, а из Европы пошел сюда. То есть они серовые все придумали. Обезжиренное, обезжиренное молоко, блин. Хоть ни одна коза не дает, да? Обезжиренная сметана. Вот они его делают, да? Так же они делают и все. У нас больше канал винокуров, пивоваров, виноделов, дистиллеров домашних таких, ну, гаражных виноделов. Вот вы какими винами способны удивить мир? Да пойдем пробовать. Что про вина? Это все равно, чтобы про бабу рассказывать. Надо пробовать. Пока не попробуешь, не узнаешь. Да. Ух ты! Вот это в кабине! А можно звук включить? Там вулкаться будет в YouTube. Сейчас. А что за дерево такое тяжелое? Это лиственница. Сибирская лиственница любимая. Оно и красивое, и прочное, и тяжелое все-таки. В дирекционном зале лучше, чтобы табуретка не была неподеремная. Лучше быть человек с мягким звуком. Итальянская. Которую на маленькой виноделке у кого-то. Винодела купил, да? И тот ему сказал, то есть за несколько лет до Олимпиады он покупал. И человек ему сказал, что вот к вашей Олимпиаде оно наперед вот весь свой каф и всю свою мощь. Но он приехал на два года позже. Он купил его там за 500 евро. Вот великолепное просто вино. Просто чудо, блин. Такой аромат. Такая аромат. Ну вот просто вот. Пиздец. Пиздец. Да. Вот. Потом привез, блин, за 2000 евро он сказал, купил. На каком-то аукционе тоже. Не помню, то ли итальянская, то ли французская. Одну бутылку. Одну бутылку. Красное сухое. Ну вот фанагри, сукая. Только дороже, да? Да. Так же и прелая грязная тряпка приванивает. То есть характерная. То есть типичность у них в этом заключается. Их винды. Ну и эту принес. Он где-то ее. Он когда приезжает, что-то принесет. Это Александр 84 года, по-моему. У нас 20-го, 20-го. Извините, Владимир. Вы придерживаетесь такого же плана в теории, в практике, что вино не должно соприкасаться с металлом, да? Как грех караказидий. Вот только дерево. Одно дело то, что мы говорим, а другое дело то, что мы делаем на самом деле. То есть народ-то, блин, соврет недорого возьмем. Ну, к караказидийке я очень хорошо отношусь. Он настоящий буйный. Он, блин, талантливый в этих отношениях. На настоящих буйных мало. Да. Вот. Вот и нет у нас божаков. Да? А он настоящий. Всегда начальникам скажут, что они красные козлы. Никогда не упустится. Само лучше, что пусть все вроды из коксомольцев, блин. А я из настоящих грех. Ну, дело в том, что мы, во-первых, пробовали очень много борцов в Краснодаре на выставке. Завтра мы едем в Левкане. Ну, где фермерские всякие эти дела. Пробовать мы. Вчера проехали несколько виногерин. Из всего прожитого, так сказать, опыта, наследия, нам больше всего пораз, но у него. Сзади. Не у караказидий. Не, он и возразить нечего. Дело в том, что мы, как бы, стараемся возродить традиции, ну, как бы вам сказать, энергетики, духовности. У него самое высокое энергетическое вино. Вот. Он же говорит, что он дрожав, значит, он музыку включает, там, песни поет. Вот меня тоже так учитель-мастер учил. Значит, это есть цикл по новолунию, по полнолунию, там, земляделие. Это есть органическое, так называемое, земляделие. Угу. Ничего не могу об этом сказать. Ну, интерес, вот ваше мнение на это. Вот, может, нам вот почему-то понравилось. Все. Все всегда интересно. Знаете, вот. Но, когда показывали в Карачаево и Черкесии коровник, блин, да, где коровам для увеличения надоев включают классическую музыку, и эти смуглые женщины, они переоделись как-то к этому празднику. Видно, что надели тетки все лучше. А коровы в говне по самые уши. Ну, отмойте, блин, сначала, а потом музыку классическую включали. Говно вы уже и вы говорите. Классическое. На самом деле, вот мы были коллективом, и его сухие, и красные, и дистиллят бренди. Нам понравилось вот больше всего, начиная с Краснодара. Вот общее мнение вот у него. Я не буду просто... У Васи Марченко очень хороший напиток. Это где? Это кто? В просвете. Далеко это? Нет, нет. 10 километров. Мы у него, блин, это... Вот он многолетний наш поставщик Красностопа, сначала Золотовского, потом Красностопа Анапского, да? Ну, сейчас у него тоже нет, у него то виноградом побило, то еще чего-то. И это были старые еще сабдеповские посадки, христианские, так называемые, когда корни, собственно, еще губинары. Ну, лоза там ей лет 70, знаете, ну вот такая вот лоза, да. И, конечно, качество винограда было хорошее, и у него раньше его никто и не покупал. То есть, как бы считалось, что Красностопа это впадло. И когда мы привозили на какие-то выставки, да, нам вот эти всякие дядки, пузатые из сельхозотделов Думы, да, с комитетом по переработке, приходили и говорили, что ж вы делаете, Красностопа же сортовой не делают, это ж только для купажа. Я говорю, вы попробуйте, если вам не понравится, вы его больше никогда не пейте. Я говорю, есть очень много людей, которым Красностопа и нравится. А как вы относитесь к той идее? Мы вчера были поражены, извините. Ну, у нас же как бы диспут такой, да? А Карказидий говорит, что… Нет, ему это не было самого. Помощник с бордой. Он срезает, вот если 3-4 грозди, он оставляет одну на лозе, для того, чтобы она отдала все, остальное у него в брак идет. Это же, ну, во-первых, и жалко, и жадность, она как бы, да, жаба давит. А он говорит, это все стоит его. Ну, вот как он, его хозяйство, нам это его помощник рассказал. Это правильная техника? Ну, это, в принципе, правильно, что чем меньше вкус наружен, тем лучше качество будет винограда, но… Ну, а если он, в общем-то… Вот у нас большая часть винограда мы покупаем, да, у нас там есть немножко ореха своего, да, немножко муската бархатного, да, то есть мы не можем себе это позволить. И когда ты вырастил виноград, блин, да, ну, как бы, блин, тебе его скинуть на землю, блин, надо, чтобы рука поднялась, да? И, в общем-то… Ну, он поднимается как-то. Или это тоже один из мифов? Вот, я не могу ничего сказать, насколько это правда, насколько неправда, потому что о человеке, отсутствующем, надо говорить либо хорошо, либо ничего, да, и за глазами ничего не говорить. Но иногда, когда вот виноделы что-то рассказывают об эксклюзивности своего производства, у меня берут некоторые сомнения. Вот мы хотели это узнать, да. Берут некоторые сомнения, да. А кто-нибудь еще говорит о такой технике здесь местных? Или он только один он? Ну, он вообще, он такой шоумен, он такой человек, ну… Он в юности в Новороссии в ресторане играл. Не, ну, ломал, зарабатывал деньги, да? И дай ему боль здоровья. И он очень хороший импровизатор. Его когда в какую-то программу, блядь… Не помню, уже нет того и канала. На дожде был какой-то канал, он ездил в Москву. Ну, его там просто начали прессовать, вот, блядь. Ведущий начал просто прессовать. А потом… В общем, он сказал, ну, вот у нас есть ансамбль, молодые ребята. Вы, типа, сыграйте вместе с ними. Тот говорит, ну, как я могу? Я с ними никогда не играл, я их первый раз вижу. Как я могу с ними играть? А у них там квартеты, да? Тот говорит, ну, вот, типа, слабом ли, Ну, вот, пытался, но в дурацкое положение поставить. А я смотрел эту передачу. Грязить, картизить и психану ловить. Ну, ладно. И вот он на флейте, да? И вот эти абсолютно новые ребята. Но было видно, что эти вот… Молодая девка, у них солистка на чем-то играла. И молодые эти пацаны, они просто… Они помогали. Хорошо. Ладно. Про музыку мы сейчас и будем, у нас другая тема. Как вы управляетесь к винограду? Как вы сами лично относитесь, вот, к технике сбора, вот, срокам? То, что тут разница есть, там? Нам столько легенд уже всяких по рассказам. Ну, вот и относитесь к этому, как к легендам. Ха-ха-ха. Хороший ответ. И вот это вот… Беготня вокруг виноградника с головой коровы или оленя, блин, да? Ну… Хочешь, бегай с головой коровы, блин, да? Как бы… Как говорили всегда. Пару дождичков мою и агрономам похую. То есть, вот, будет все хорошо, да? Вовремя дождик, вовремя солнце, вовремя жара, блин, да? И у тебя будет виноград великолепный, блин, да? А если солнца нет, то хоть его обламывай, хоть не… Ну, не наберешь ты ни того сахара, ни той спелости, да? А нету спелости, то вот… Ну, как вот зеленое яблоко жрать и спелое яблоко жрать, да? Мы чувствуем, какое богатство вкуса, да? То есть, в красных ягодах и фруктах вызревшихся танины мощные, да? Нет танина, нету красного вина, блин, да? Ну, вот как-то вот так вот все. Мы сухие вина делаем только сортовые, и это значит, что вино делается из одного сорта винограда и называется по названию сорта винограда. Вот это вино из винограда сорта «Рихм» урожай 2015 года немецкого происхождения. Сорт отличается высокой кислотностью. Это особенность сорта. Наши предпочтения и в вине, и в еде, и в кошках, и собаках, и в особях противоположного пола, они чаще всего зависят не от воспитания там, эстетики и философии, а тупо физиология. На экстремальные виды спорта нужно хорошее здоровье, блин, да? Вот рисинг – это высокая кислотность всегда. Особенность сорта такая – высокая кислотность. Поэтому в человеке с язвенной болезнью и с гастритами, с повышенной кислотностью им не покатит это. Мне не понравилось. Кислотность – избыточная высокая. Аж прямо замечательно, насколько она высокая. Но у вас же либо гастрит, либо повышенная кислотность, либо что-то, что у вас с желудком неправильно. Ну вы же сами говорите, что со мной это физиология. Какая-то физиология мне говорит о том, что я это вино, например, пить не стал. Все правильно. И поэтому, когда мы что-то выбираем для себя, кто-то нам ничего не говорил, что вот это замечательно и хорошо, если конкретно мне не нравится, я это пить не стану. Потому что я же пью это для удовольствия, я же пью для своего удовольствия, а не для чего-то удовольствия. Но мы же приехали и поговорить с умным человеком за знаниями. Вы же не хотите, чтобы я пил тут хвалидные воды? Я же вам с самого начала с того и начал, что наше предпочтение зависит от состояния нашего здоровья. Человек без ног не любит идти с бальерами. Человек без рук не любит большой текст. Человек дальтоник, блядь, светофор ненавидит. Чтобы любить бабу, надо здоровье. Чтобы любить родину, надо очень большое здоровье. Чтобы любить престарелых родителей, надо титаническое здоровье иметь. Надо на все это собраться сегодня. Нет здоровья и мы меньше и будем чем. Вот это пеноблан 2017 года. Мы в реализацию его не ставили еще. Просто разлили по просьбе этого сочинского человека. Когда родки мои сочи ездили, вы вообще сухое на это не пьете, да? Практически нет. Но вчера рисинг от каракезидии я его пил с ночи до утра. Мне очень понравилось. И несколько фермерских вин сухих. Вот, например, Сергея, у которого мы остановились четыре лилии. И вчера нам парень привез. Ну, домашний, как говорят, вот, да. Не винодельные, а домашние вина. Мне это не очень нравится. А это вот домашний или не домашний? То есть мы дома с бабой со своей сделали. Оно домашнее, оно не заводское, да. Но это зависит от технологии, в которой вы работаете все-таки. Там вот это начинается, как в Сыне Егоре, там метабисульфат и так далее. Шелка серы оставлять, убирать. Где вообще с серой не работает никто? Я считаю, что кто работает без серы, вот без этих изделов, вот это домашнее. Просто работает без серы. Или кто говорит, что он работает без серы? Ты работаешь с серой? Нет. Да я же чуть-чуть делаю совсем. Для себя, просто для себя. Вы вино не храните. Вы его выпили до следующего сезона и сделали новое вино, да? Если мы хотим делать хоть какую-то выдержку, то есть сульфит или серенский ангидрит по-другому, да? Он применялся в виноделии тысячелетиями. То есть люди знали антисептические и бактерицидные свойства серы, да? С серой присыпали раны, блин, вам ничего из этого не понравится. Нет. Вот. Присыпали раны, обеззараживали, да, там, всякие там помойки, да? И вот, ну, тогда технология обработки серой была такая, значит, делали, ну, например, лист или кукурузы, да? Или лист камыша, что-нибудь такое, что в сухом виде будет гореть хорошо, да? И вымачивали в этом, в растворе серы предельной концентрации. Потом высушивали, когда серо впитывалось, да, и, ну, и кристаллы соли кристаллизовались на вот этом листе. Потом его, блин, сворачивали в трубочку и на проволочке, и на палочке зажигали и опускали. При сгорании образуется вот этот самый диоксид серы. Вот. Диосик серы, он имеет антибактерицидные действия, и этот газ, он тяжелее от восьмерного воздуха. И мы вот запкнули его в этот, или в деревянную бочку, и смотрим, да? Вот он, мы в дно его опустили, он горит, горит, потом раз, начинает гаснуть, да? Значит, мы вывезли кислород уже на этом уровне, мы чуть приподняли, блин, да? И заполняется этим вот белым дымом все, да? И, в общем-то, когда мы подняли этот доверху, мы можем предположить, что в какой-то мере эта бочка заполнена диоксидом серы. Если мы с предосторожностями будем лить туда вино, там, например, воронку обернем, блин, тряпкой мокрой, как бы и армитизацию сделаем какую-то, или шлангом и шланг тоже обернем, то часть вот этого диоксида серы, она растворится в вине. То есть, тут, в общем-то, всегда все влияет, какие дозы. Если в вине избыток диоксида серы, то любой винодел этот диоксид серы почувствует, он поймет его во вкусе, он его услышит, да? Мы обрабатываем диоксидом серы, сусло, или сусло, или сусло вместе с медуровой, мы делаем красное вино, только перед брожением, то есть, когда мы переработаем. Потому что в этот момент в продукте нет абсолютно никаких спиртов, этот продукт, он беззащитен перед вот этой агрессивной, ужасной средой, с этими микробами, с бактериями, со всякой мерзостью, или эти паразитами, да? И вот, и этот диоксид серы, да, если он там не чрезмерно, брожение настолько мощный биохимический процесс, там, одновременно с алкогольным брожением идет масса других процессов. Это значительное выделение углекислого газа, и углекислый газ выносит это все. Но к этому времени набирается крепость, и вот этот самый первый этап пути, когда вино наиболее беззащитное, когда оно еще не вино, а сусло, начавшее бродить. И поэтому вот во Франции была старинная крестьянская технология, тысячелетиями, да, то когда сусло перерабатывали, ну, получали сусло, то добавляли, блин, немножко уже отбродившего вина, хорошего качества, в котором есть спирты уже, до которой уже отбродилось. И поднимали кондиции спиртов, вот в этом сусле, которое началось бродить, да, ну, до 5-6%, до 4-6%. Вот такие спирты, они уже, низкие концентрации спирта, они работают, и как антибактерицидное, антипаразитарное действие. И поэтому в этой гнилой, блин, Англии, да, где у них воды нормально нет вообще, они же пиво пьют, блин, чуть ли не 14 века, у них государственная программа в поддержке была пивоварение, блин, да. И вот эти концентрат сусла, как почву начали разводить, так начали вот это все разводить. Можно брать воду, пресную, фактически с любого источника, и слабоалкогольная, и слабокислая среда, она без разводит. И мореплаватели возили с собой, пока не было крепкого алкоголя, приходилось вино возить, да, но много, блин, да. Это тоже вот, когда они вышли на берег и набрали воды с неизвестного источника, опять же, какое-то добавление вина, оно почти стопроцентное гарантировало, вот это убивало. Ну, заразы было меньше, да, экология была лучше, знаете, и, а потом уже стали гнать всякие извращенты, что вино надо водой разбавлять. Нет, воду разбавляли виной, чтобы воду сделать пригодной для питья, а не чтобы вино испортить. А у вас только белые в основном, да, или красные тоже? Красные и сладкие, если не нравятся белые и сухие, давайте прекратим в любой момент. Нет, я с удовольствием. Ну, вот то-то. Я просто больше красные люблю, я не специалист по вину, и мало в нем вообще не любят. Вот, я, например, нельзя ставить в тупик вопрос, ты каких баб любишь, блондинок или брюнеток? Все, и блондинок, и брюнеток, и рыжих, и тифозных, блядь, лысых, стриженых, блядь, да? Потому что это мой долг, да? Родился мужиком, любимый баб. Не то, что сейчас в Европе. И не ерзай, сука. Девочку за мошонку не хватает. Вот это савиньон 2010 год, это для белого сухого вина, это очень серьезный возраст. В нем уже отчетливо слышатся тона окисленности, или тона выдержки по-другому, или иначе это как раз-таки модернные тона. Вот, когда мы делаем модеру, процесс называется модернизация, партвейн, партвенизация, херес, не скажу даже, не хочу выговорить даже, как называется. Вот. И... Хересование. Хересование. Выкрутился. А херес можно сделать в домашних условиях хороших? Нет, херес нет. Почему? Это нужна вот эта... Флёр. Флёр, да. Ну, в общем-то... Это климат. Нет, это грибок, который паразитирует в вине, блин, и продукты его жизнедеятельности, они меняют вкус вина. То есть жрет и гадит, да? И хересы... Ну, дорогая и редкая технология, блин, да? И не каждый год он получается. Поэтому херес всегда назывался вином королей. А вот заболевание суставов, вроде подагры и всей этой херни, всегда называлось болезнью королей. И потом кто-то взял это и связал. То есть человек вводит в свой организм грибок, которому вот в организме нету естественных правов. И тот, кто-то начинает бесноваться, организм начинает спасаться. Наш организм, блин, во-первых, старается сохранить печень, во-вторых, сердце, а уж в третий мозг, блин, да? Потому что мозг, блин, ухудшает качество жизни. Больше мозга труднее. Гурья от ума, да? Да, гурья от ума, да, грибы. Да, вы не первый, кто это говорил нам. И поэтому организм жертвует периферией. И вот, значит, из суставов там, из хрящевых. Вот савиньон, у него кислотность очень низкая. Это самая низкая кислотность во всем нашим именем. Да, но. Да. Из белых имеется в виду. А пили вон, а что? Скулы сводят им. Нет, самая низкая. Я говорю, что здесь самая низкая. Нет, вот это вот то, что вы там, вот это псевдо-домашнее вино, там, ну, домашнее вино, мне, в общем-то, у нас, в общем-то, мы работаем по классическим русским технологиям. То есть, было русское виноделие, пока его не угробили, которое потом стало советским, и было много и качественного вина, блин, да? Да, модерниз. То есть, страна была залита качественным вином и качественным пилом. И кто жрал советский пломбир за 19 копеек, то сейчас мороженое жрать не будет, блин, да? Вот. И бабы наши без спида были. Андрей Антонович, он работал главным врачом больницы, так сказать, имеет представление о тех временах. Ну да. И о тех болезнях. И о тех бабах. И о тех бабах. Шардоне, 14-й год, французского происхождения сорт. Попробуй, Артонович, попробуй. Попробуй. Французского происхождения сорт. Кислотность редкая. Я не настаиваю, кстати. Да, и слава настаиваю. Я никогда не настаиваю. Тут совершенно другой уровень. Ну, на один мусыканский доллар. Шардоне, да. Шардоне – самый популярный белый сорт в мире. Мне тоже больше нравится Шардоне. Вот Савиньон Блан я попробовал первый раз в жизни, находясь здесь. До этого не пробовал. Ну, мы пробовали и Вальма, и Гулько. Я имею в виду в эту поездку. И там чего только не пробовали, мне. Да, мы перепробовали все. Мне понравился Савиньон Блан Вальма только есть. А мне вот Гулько понравился очень. Да. Это, блин, без вкуса, без тела. Вот выхолоченное вино. У кого Гулько? Мне не нравится. Это моя точка зрения. Но он первое место задал. Ну, да. Ну, что скажите, Андрей Антонович, по поводу Шардоне? Это лучше. Это лучше, чем Савиньон. Савиньон – не мой сорт. Просто не мой сорт. Это нормальный человек. Савиньон – это просто сорт. Он бывает разный каждый год. Это как клава. Другая клава, она совсем другая. Другой борщ, он совсем не такой, как ты жрал его только что. То есть это, блин, это имя, в общем-то. Это название сорта. В какой-то год он может дать хорошую ягоду, в какой-то год он даст плохую ягоду. Но особенность этого сорта – это низкая кислотность. Всегда. Если в один и тот же год рядом будут расти Рислинг, Савиньон и Шардоне, Рислинг даст виноград с наибольшей кислотностью, Савиньон даст виноград с наименьшей кислотностью, а Шардоне даст среднюю кислотность. А вот если олиготэ еще раз смотреть на этом фоне? Олиготэ тоже очень интересный сорт. Вот эти все сорта, да, олиготэр, кацетели, да, это вот при коммунистах они очень были распространены, да, это были вот корни собственные сорта, это были великолепные сорта винограда. И мы тогда имели возможность даже выдерживать белые сухие вина в бочке. Мы давно не выдерживаем белые сухие вина в бочке, вот с тех пор, когда филоксира тут повеселилась, и когда вот были при коммунистах плановые замены сортов, как бы на более рентабельные и более урожайные, вот эта вся классика, она исчезла. Олиготэ вот с зеленцой в цвете, с его необыкновенным ароматом, это в общем-то да. А то, что касается конкретно наших вин, вот это вино классической технологии, да, то есть вообще что такое сухое вино? Сухое вино это продукт естественного брожения виноградного сока, да, то есть вообще процесс брожения заключается в том, что дрожжи жрут сахар и превращают его в спирт. Вот когда дрожжи сожрали весь сахар до сухо, все сухо, сахара больше нет. Вино называется сухим. Если вино хоть сколько-нибудь сладкое на вкус, то это не сухое вино. Оно не имеет права называться сухим. В сухом сахар должен быть ниже порога нашей чувствительности, то есть ниже трех десяток процентов. Полпроцента это уже полусухое вино, да, и это не доброт, и это вино не может быть стабильным. И тогда мы не можем его хранить, мы не можем его разлить в бутылки, поставить в машину и перевезти, а оно забродит в дороге, потому что изменилась температура, появилась вибрация, и мы спровоцировали в себе химические процессы, да, и появилось брожение. А то, что считается домашним вином, да, это в лучшем случае сусло-сахар, а в худшем случае вода-сусло-сахар, блин, да. То есть мне как бы язык не поворачивается назвать это вином, в него можно пороть сахар сколько угодно, блин, да, и сделать его сладковатым, да. Тогда его надо назвать действительно домашним, но нельзя его назвать сухим. Я бы не называл это вином вообще. Да, вот вином не надо. Вот, 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 видите, да? И я так считаю. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok